Пластичные, насколько у нас, допустим, там, вот. Потому что закупываются они совершенно запросто, причем с огромной силой. И это отличие рыбик челюстей от челюстей любого опората, другого позвоночника. Скажите, можно ли было сделать такую, чтобы взять коровье челюсть, вот так же положить на структуру? А почему так? Ну, они просто так не раскидались. Не в этом дело. Скажите, вот здесь челюсть есть, а череп есть или нет? Нет. Нет. А у всех остальных, кроме рыб, верхняя челюсть приросла к черепу. А у рыбы она не приросла, она подвешена, полчерепа. То есть череп вот здесь, отдельно. И есть скелетный элемент, который называется подвесок, ну или в латыни геомандибулярия, на котором подвешена челюсть. Самое интересное, что этот подвесок у нас остался. И играть очень мощную роль. На самом деле и этот скелетный элемент у нас остался, и без него не обойдешься. Подвесок у нас превратился в одну из звуковых косточек. Стреймер. Это косточка, которая передает колебания звуковой волны на внутреннюю. А вот без этого скелетного элемента, без геоидного, мы бы с вами глотать не смогли. Это подъязычная кость, которая вот здесь вот, вокруг гадания идет. Так что все детали древнего черепа, все детали древних скелетов, они куда не телись. Они просто видоизменились и вошли в наш конструкцию. Угу. Продолжение следует...